Всем привет! Это видео о том, почему минимализм это идеальный способ выйти из кризиса, будь то какой-то личный ваш кризис или то, что происходит сейчас в мире, глобальный мировой кризис. В новости уже просто страшно сунутся, ничего хорошего там нет, рост заболевших, рост количества людей, оставшихся без работы, и все это говорит нам о том, что сейчас такой кризис, которого не было уж 30 лет точно. Конечно, неизбежно большинство людей пострадает, и пострадает серьезно, но мы в состоянии сами взять ответственность за свою жизнь и сделать выбор. И если этот выбор будет в пользу минимализма, думаю, вам станет гораздо легче. Помимо переживаний о своем здоровье или о здоровье своей семьи, сейчас многие переживают и о материальных вещах, о достатке, о том, что пришлось сократить покупки, траты, невозможность походов в кино, в рестораны и так далее. И как раз-таки обладать меньшим и желать меньшего – это отличное решение, не только в данный момент, но и на всю жизнь. Сразу сделаю пометку. Это не то же самое, что принцип жизни и так сойдет, или что-то терпеть, во чем-то себя постоянно ограничивать или отказывать. Если подходить к минимализму осознанно, и не из-за того, что это стильно и модно, или не из-за того, что заставила нужда, если подходить к нему с желанием очистить жизнь, очистить разум, избавиться от потребительства, то ощущение того, что вы живете по принципу «и так сойдет» или что-то терпите, его не будет никогда. Ведь вы будете довольны, вы будете наслаждаться своей жизнью. Все, поехали. Первое. Благодарность. Благодарность за то, что у нас уже есть, за то, чего мы не замечаем в обыденной суете и в этой гонке за потреблением и за успехами. Живя в минимализме, благодарность начинаешь ощущать ярче и больше. За свое здоровье, за здоровье родных и близких, за то, что у тебя есть дети, или домашние животные, или просто крыша над головой, за то, что ты вкусно и полезно питаешься, или хотя бы просто питаешься, за то, что ты живешь в настоящий момент в этом современном удивительном мире, полном различных технологий и всего того, чего не было у людей 50-100 лет назад. И благодарность за то, что ты просто живешь. Можешь дышать, можешь ходить. Благодарность за работу. Даже если сейчас вы ее потеряли, но ведь она столько времени приносила вам доход. За это тоже можно быть благодарным. Благодарность за тех людей, которые рядом с вами, за то, что они счастливы, за то, что у вас все взаимно. Как-то я наткнулась в новостях на то, что возросло число жертв домашнего насилия и вообще различных проблем, разводов, что-то такое. Я не понимаю, как это возможно, ведь вы сами выбираете этих людей. И то, что сейчас мы вынуждены оставаться с ними в заперти на самоизоляции или на карантине, это может только укрепить, только сблизить вас. Если вы будете ощущать благодарность и любовь всем своим сердцем, то никаких проблем в отношениях никогда не будет. Я бы хотела, чтобы как можно больше людей поняли, насколько часто они не осознают, какое счастье их окружают и какие замечательные люди их окружают, пока они потеряют это. Следующее. С минимализмом мы меньше тратим и в целом лучше распоряжаемся своими финансами. Нынешняя ситуация подтолкнула и заставила людей больше обдумывать свои желания, свои покупки, свои траты и как-то поэкономнее обращаться с деньгами. Я надеюсь, все эти привычки, которые сейчас выработаются за больше, чем месяц у людей, они останутся с ними навсегда и не забудутся. Каждый должен знать финансовую элементарную, финансовую грамотность, знать абсурд кредитной системы, знать важность ежемесячных откладываний каких-либо сбережений. Потому что жить прошлым плохо, жить сегодняшним днем прекрасно, но быть готовым к завтрашнему дню еще лучше. Эта готовность к завтрашнему дню, она дает комфорт, легкость и уверенность в сегодняшнем. Никто не отрицает, что деньги это важно. Без денег не прожить. Но вместо того, чтобы чувствовать себя сейчас ущемленным в каких-то своих правах, в возможностях финансовых, денежных, можно посмотреть на это, как на повод научиться жить просто и комфортно, поумерить свои потребности, посмотреть со стороны на весь этот капиталистический абсурд и разобраться в том, как эта система управляет нами и больше не поддаваться на ее уловки. Третье. Минимализм – это чистое пространство, соответственно, чистая голова. Если вы разгребете пару завалов дома, освободите полки, наведете порядок в шкафах, сразу же здесь тоже станет ясно. Яркое и пестрое окружают нас слишком часто и постоянно провоцируют какой-то визуальный шум. Из-за этого появляется растерянность, какая-то суета в голове, сумбурные мысли. И если дома мы сделаем идеальное пространство для того, чтобы в голове было спокойно и комфортно, чтобы не было никаких стимулирующих, пестрых, отвлекающих вещей, сразу станет ясно и чисто в голове, будете меньше думать о проблемах, обмусоливать их меньше, лучше и крепче спать и еще множество плюсов чистого, спокойного пространства. Еще один важный пункт – легкость и мобильность. Если обладать малым количеством вещей, жить в небольшой квартире с минимумом мебели, иметь много разных источников дохода или какой-то фрилансерской работы, то очень легко подстраиваться под изменения, которые могут произойти по зависящим от вас причинам и независящим, то есть то, что происходит сейчас в мире. Большинство стресса и паники возникает у людей именно из-за того, что разрушился их стабильный фундамент жизненный, их стабильная работа отодвинулась на неизвестный срок, их привычное жилье многолетнее не приносит радости и удовольствия от нахождения в нем. Поэтому важно жить, имея в голове осознание, что жизнь, она не статична, что все бежит и все меняется. Меняйтесь вы, меняются ваши интересы, люди вокруг вас, мир меняется, все, что угодно, может измениться. Работа не будет вечной, как и здоровье. Вещи не так уж и важны, и можно иметь их меньше, зато быть спокойнее, и нервы будут в порядке. Минимализм – это не только вещи, это также и ваше информационное пространство. Сейчас как никогда важно не забивать свою голову мусором. Поделюсь своим примером. Я вообще не смотрю сериалы. Старые, да, конечно же, я видела друзей, клинику и так далее, но как только началась вот эта вот эра вместе с Нетфликсом сериалов, которые штампуются и которые являются просто фастфудом, я сразу же отдалилась от этого. Я не спорю. Возможно, там попадаются качественные произведения, но люди-то их глотают пачками, тратят на них ночи, недели на просмотры и забывают через два дня, начиная с следующей. Что им это дает? Какой новый опыт? Какие эмоции? Это просто стимуляция мозга, которая не приводит ни к чему. Минималисты очень тщательно чистят регулярно свое информационное и медийное пространство, ответственно подходят к тому, что посмотреть, что почитать, потому что потерянное время, оно гораздо дороже и ценнее потерянных денег. Наше жизненное время нам никто никогда не вернет. Вместо сериалов я всегда выбираю старые фильмы или книги, потому что лично мне они дают больше вдохновения и больше новой интересной информации. Так же, как и вместо онлайн-курсов от непонятно откуда взявшихся преподавателей из Инстаграма, я лучше почитаю и посмотрю действительно проверенные лекции на бесплатных образовательных порталах или скачаю учебники авторитетные. Итог. Сейчас все бешено предлагают свои бесплатные подписки. Вам они не нужны. Вы и без этого обойдетесь. Ну и думаю, последнее это организованность. Живя в минимализме, очень легко знать и помнить, есть ли у тебя уже такая рубашка или такая кухонная утварь. Это и основная причина меньших трат. Умение использовать то, что уже есть дома, организовывание всего пространства и вещей под себя, так чтобы было этим удобно пользоваться и доступ к ним был быстрый. А все знать и запомнить несложно, потому что вещей не так уж и много. Сейчас, сидя дома, можно потратив, ну, наверное, три вечера как раз и сделать себе организацию, пространство везде. В гардеробе, на кухне, в ванной, в косметичке с лекарствами, в обычной косметичке, да где угодно. Но организованность очень важный пункт. На этом, наверное, все. Я понимаю на самом деле, что из-за всех этих стрессов и переживаний навряд ли у замученного и уставшего от проблем человека будет желание копаться в том, как стать минималистом или наводить порядки, или сидеть, анализировать наше общество потребления и то, как система влияет на нас. Но даже маленький шажок, даже просто наведение порядка на какой-нибудь полке или пересмотр каких-нибудь старых книг завалявшихся или вещей, это уже важно. Это уже может как-то вас вдохновить, замотивировать. Уже может в процессе уборки родиться мысль, которая, родится идея, которая заразит все ваше сознание. И жизнь изменится к лучшему, как это было у меня уже пять лет назад. И это должен быть ваш осознанный выбор. И все должно происходить добровольно. Сейчас мои хорошие знакомые собирают деньги на публикацию книги «Добровольная простота». В ней, как мне кажется, заложены основы вот этой вот добровольной простой жизни, которая при этом является минимализмом, но и это вовсе не обязательно. То есть вам не нужно носить белые футболки и перекрашивать стены в белый цвет для того, чтобы жить в добровольной простоте. Этот стиль жизни, как и эта книга, должны достичь наибольшего распространения, потому что это поможет людям меньше стрессовать, меньше паниковать, больше любить себя, да и жить как-то осознаннее и счастливее. И если у вас есть возможность, я оставлю ссылку под роликом, поддержите этот проект. Спасибо, что посмотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok